здравствуйте уважаемые зрители с вами я дмитрий лафетников скорее всего вы меня знаете как специалиста по приготовлению алкогольных напитков домашних условиях но поговорить сегодня я хочу на тему автоклава а точнее всего на тему деградации информации вокруг него и предостеречь вас от опасности которая подстерегает сравнительно недавно я занялся вопросами приготовления домашних консервов автоклаве и как опытный знаете взрослый человек с высшим образованием начал изучение конечно же с книг потом стал смотреть ролики на ю тубе читать различные сайты формы и тому подобное и признаться был довольно сильно впечатлен насколько часто мы с вами ходим по самому краю из-за непроверенной информации а ведь на кону часто стоит не только наша жизнь но и самых близких нам людей с кем мы обычно и разделяем свою трапезу как правило наибольшую опасность люди видят в самом автоклаве в интернете там на ю тубе полно вопросов типа почему взрывается автоклав какой безопасный автоклав какое давление автоклаве и тому подобное вопрос конечно важный никто не спорит но современные автоклавы оборудованы кучей клапанов термометров и манометров при соблюдении минимальных требований безопасности и если при работе просто включить голову взрыв автоклава ну маловероятен ну не нужно его бросать и уходить куда-то часа на три на мой взгляд главная опасность поджидает вас внутри самого автоклава в тех консервах что вы порой делаете для того или иного продукта есть свой режим стерилизации где уже давным давно определены два главных параметра время стерилизации и при какой температуре нагревать тот или иной продукт и измерять эти параметры ну значит подвергать свою жизнь опасности а что мы сейчас видим на ю тубе здесь полно рецептов с нарушениями технологий элементарных технологий тушенка за 20 минут каша с мясом при температуре 100 градусов и прочее 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 я не буду сейчас никого называть не давать ссылки ничего вы сами при желании можете все это найти это в открытом доступе на этом люди учатся готовить тушенку это просто ужас какой-то большинстве своем мы с вами привыкли доверять информации в открытом доступе но сейчас это опасно информацию могут выкладывать далеко очень далеко не компетентные люди в каком-то либо вопросе поэтому я вас призываю знаете ну не знаю заклиная прошу там вот смотрите youtube читайте формы общайтесь обменивайтесь рецептами и опытом вот сколько угодно это все чудесно и здорово но все что касается режимов тепловой обработки продуктов в автоклаве никому не верьте проверяйте сами по книгам именно по книгам понимаете приготовление консервов это не приготовление самогона эта тема по крайней мере на стране никогда не было ни запрещено ни табулирована в интернете в открытом доступе полно подробнейших компетентных учебников по автоклавированию ни чьих-то фантазий с громким названием книга рецептов такого-то и такого-то который перепечатала красивая девочка с наманикюренными пальчиками или мальчик белой рубашки смартфоном во второй руке не вполне вдаваясь в цифры именно полно книг учебников написанных профессорами и кандидатами наук если вы не можете сами найти эти книги то я вам оставлю под этим роликом ссылку где вы найдете кучу литературы по консервированию мяса рыбы овощей грибов круп и тому подобное они понимаете в открытом доступе они совершенно бесплатны просто скачайте изучайте не хотите изучать слишком много текста заумно написано и тому подобное хорошо просто проверьте сами сколько реально вы должны греть кашу с мясом и не верьте никому в том числе мне я тоже могу ошибаться завершение хочу сказать что возможно вы сейчас испугаетесь и вообще передумаете заниматься автоклавированием это будет ошибка посмотрите вокруг наша жизнь окружена консервами мы их если сами и делаем то едим уже это точно а когда мы делаем сами то хоть знаем из чего делаем так стоит ли себя ограничивать вот в этом вопросе просто соблюдайте меры предосторожности вы должны четко понимать что как и зачем вы делаете просто помните что прежде всего что жизнь и здоровье ваших близких и вас прежде всего в ваших руках у меня все здоровье вкусный консерв с вами был я дмитрий лафетников и производственная компания добрый жар а и и